Подрэнчник крок по кроку, позжим А1, лекция двудеста шэча, чэнччь друга. Закрутке, задуге, слишком короткая, слишком длинная. И начнём с диалога, прочитаем его и сразу будем переводить. Анжела, маме Каролина и ей знайомый стилиста Крис спотыкающий в галерии Краковске. Анжела, маме Каролина и её знакомый стилист Крис встречаются в Кравсковском торговом центре. Каролина. Чэччь, швет нежезналязываешь для нас час. Привет, отлично, что ты нашёл для нас время. Чэччь, коханы девчэнта. Ох, не ма проблэму, то для мне чиста пшиемнощь. Привет, любимые девчули. Привет, любимые девчонки. О, нет проблем, это для меня чистое удовольствие. То маме и Анжела, мои коллежанки. Дичь, наибарди мушиш помут Анжелии. Это маме Анжела, мои подруги, мои знакомые. Сегодня наиболее нужна помощь Анжелии. Сегодня ты больше всего должен будешь или тебе надо будет больше всего помочь Анжелии. Чэччь, с гуры дзянькуе за помоць. Привет, заранее благодарю за помощь. С гуры? Заранее, с гуры дзянькуе, заранее благодарю за помощь. Моя дорога, направда не мазацца дзяньковачь. Ястось высока, шчупла, сграбна. Без труду знайдемы ти coś выстраловаяго. Юж не могуще дочекачь. Тутай чующе, як рыба в воде. Ну, хочь моем. Моя дорогая, да? Действительно, не за что благодарить. Ты высокая, стройная, худая. Без труда найдем тебе что-нибудь выстреливого. Такого стреляющего. Ну, имеется в виду чего-то такого суперзажигательного, классного. Уже не могу дождаться. Здесь я себя чувствую, как рыба в воде. Ну, пойдемте, идемте. И еще у нас два диалога. Первый диалог. Машь досконалым фигуры, вент сможемы шукачь круткие сукенки люб спудницы. У тебя отличная идеальная фигура, поэтому можем искать короткое платье или юбку. Добже, тыльку же бы не было закрутка. Стыль минималистичный, от повядами тыльку в мешканю. Хорошо, только чтобы не была слишком коротка. Минималистический стиль подходит мне только в квартире. Як собе жичешко хана? Не за крутка, не за дуга. Знайдем ивент с таком в сам раз. Как пожелаешь, дорогая? Не слишком короткую, не слишком длинную. Найдем тебе, поэтому такую в самый раз. И переходим ко второму диалогу. Чи не уважаешь, же те ранкавы сом за широкие? Тебе не кажется, ты не считаешь, что эти рукава слишком широкие? Коханя, таки ранкавы сом наймоднейши в тым сезоне. Выгляндаш боско. Дорогая, милочка типа. Такие рукава наймоднейшие в этом сезоне. Выглядай, смотришься как богиня, божественно, смотришься божественно. Так, не jestem шоконана. Воля, ранкавы пардзей допасованы. Але зауфам ти, пречеш jesteш стилистом. А вы, девчины, цо мышлите? Да? Я не уверена. Предпочитаю рукава более облегающие. Но доверяю тебе. Но ты же всё-таки стилист. Пшечеш ведь. Ведь ты же стилист. А вы, девочки, как думаете? Выгляндаш пенькне. Ты выглядишь красиво. Супер. Та сукенка пасуе идеальне до твоей фигуры. Супер. Это платье подходит идеально к твоей фигуре. На стэмпне чвечэня номер цши. Яки сомте убраняя. Какие эти одёжечки? Какая это одежда? Первая юбочка. Закрутка. Спудница ест закрутка. Юбка слишком коротка. Номер два. Задуга. Спудница ест задуга. Юбка слишком длинная. Номер три. Светер ест зачастный. Свитер слишком мал. Тесен. Номер четыре. Задуга. Слишком большой. Номер пять. Загруба. Слишком толстая. И номер шесть. Заколорова. Ну, слишком уж цветастая, разноцветная. То есть, вот это слово «за» можно перевести как «слишком», имеет значение «слишком». И идём мы далее. И пред нами «чвеченье» номер четыре. Проша написать «пшечвеньство». У нас есть слова в скобочках, и надо написать противоположные слова в скобочках слова. Например, вот «дуга», «крутка». Та сукенка ест за... в навязах «двого», венц мувимы «крутка». Та сукенка ест за «крутка». Это платье слишком коротко. Тенцветер ест за... грубы, а венц чэнки на зимы. Тенцветер ест за чэнки на зимы. Этот свитер слишком тонкий для зимы. Та блузка ест бардзо ладна, али за дужа. Эта блузка очень хороша, очень красива, но слишком большая. Пенькны тен жакет, али ест за малы. Красивый этот жакет, но слишком мал. Терай стопы сом хыба за грубы на весны. Эти колготки, наверное, слишком толстые для весны. Те сподни сом фантастычны, али за лужные. Эти брюки фантастические, но слишком свободные. Лужные свободные. Идем мы далее и пречитаем диалог номер еден. Шибко пошло. Анжела ест юж убрана, вянц, али ж не. Мушимы ешче купить буты и додатки. Конечне яконьш малютком торэбке. Широкий пасык, може яконьш бижутерия. Быстро пошло. Ну, быстро идёт всё. Анжела уже почти одета. Поэтому, но нет, нам надо ещё купить обувь и аксессуары. Конечно, какую-нибудь небольшую сумочку, широкий поезд и, может быть, какое-нибудь украшение. А можеш wcześniej ешче нам дорадзичь? А можеш ли ты раньше нам что-то посоветовать? С приемнощчом. Шукамы чегусь на конкретном оказе, чи на цодзень? С удовольствием. Мы ищем что-то по конкретному поводу, на конкретный повод, или на каждый день. Чегусь на цодзень до школы. Чего-нибудь на каждый день в школу. Я уже нашла что-то для себя. Идёт мне эта кофточка, эта блузка. Кошуля, рубашка. Идёт мне эта рубашка. Моя кохана. Бардо добрый выбор. Бардо добрый. Шветные колоры. Цудовно кратко. Моя милая. Отличный выбор. Очень хороший выбор. Очень хороший. Отличные цвета. Прекрасная клетка. Но тебе надо найти поменьше. Але я люблю узные убрания. Но я люблю свободную одежду. Не муви, же маш ходить в розмяже XS. Але в тей кошуле рынков есть для тебе задлуги. Поза ты маш ём прави доколан. То не ест сукянка. Розмяр XL есть не для тебе. Бэндиш выглядала, як ворог. Но и уж лечь по-мнейшим. Я не говорю, что тебе надо ходить в размере XS. Но в этой рубашке рукав для тебя слишком длинный. И кроме того, она почти тебе до колен. Это же не платье. Размер XL не для тебя. Ты будешь выглядеть как мешок. Ну, давай уже, лети за меньшим размером. А я як выглядам в тей блузце? А я как выгляджу в этой блузке? В этой кофточке? Фасон шветный. Розмяр идеальный. Але колор окропный. Обжидливый. Кошмарный. Маш ясны волосы. Лепи бэндиш выглядава в бардзе интенсивным коложе. О, в тим зеленым. Альбо в тей фиолетовой блузце. Фиолетъ ест наймоднейший. В шыстке от теня. Фасон отличный. Размер идеальный. Но цвет ужасный. Отвратительный. Кошмарный. У тебя светлые волосы. И лучше ты будешь выглядеть в более насыщенных цветах. В более насыщенном цвете. О, в этой зеленой или в этой фиолетовой кофточке. Фиолетовый цвет наймоднейший, самый модный. Любые, все оттенки. Итак, в этом диалоге у нас выделено несколько слов. Мнейша, интенсивным, наймоднейший. Бардзей интенсивным, так? И наймоднейший. И это у нас сравнительная степень прилагательных. Маленькая, меньшая, самая маленькая. Модный, моднейший и самый модный. И мы переходим дальше. Стопню ванне пшеметников. Степень сравнения прилагательных. Мы смотрим в табличку и видим, что у нас есть несколько уровней сравнения. Стопень ровный, высший, наивысший. Итак, разберем, как же у нас происходит стопню ванне. Как происходит сравнение, степень сравнения. Если у нас слово регулярное, вот номер один регулярнее, Чаще всего к словам добавляются ши, эйши. Окончания. Например, грубый, толстый. Грубши, найгрубши. То есть толстый, толще и самый толстый. Модный, моднейший, наймоднейший. Модный, более модный и самый модный. И мы видим два варианта окончаний ши, эйши. И под вторым словом наймоднейший, со стрелочкой в рамочке мы читаем. Венцы и нижедна спугозка. То есть когда у нас больше, чем один согласный звук, в таком случае мы ставим окончание эйши. То есть модный, д, н. Два согласных ряда мы ставим эйши. И слово най это самый. Грубый, грубший, найгрубший. Модный, моднейший, наймоднейший. Также в некоторых словах происходит альтернация, то есть чередование букв. Л переходит в Л. Милый, мильший, наймильший. Милый, милейший и самый милый. Г переходит в Ж. Дуги, души, найдущи. Длинный, длиннейший, самый длинный, найдлиннейший. Н, твёрдый, переходит в мягкую Н. Тани, таньши, найтаньши. Дешёвый, дешевле, самый дешёвый. Буква С переходит в Ж, так же как и буковка Г. Вонский, венши, найвенши. Узкий, уже и самый узкий. Также в некоторых словах может происходить редукция, то есть отбрасывание окончания. И отбрасываются такие окончания, как ки, оки, эки. Например, круткие, ки отбрасываем, крутши, найкрутши, короткий, короче, самый короткий. Широкие, шерши, найшерши. Оки отбрасываем, то есть широкий, шире и самый широкий. Далекий, дальше, найдальше. Далёкий, дальше и самый дальний. Также есть прилагательные, так называемые нерегулярные. Здесь их написано четыре, и давайте их прочтём. Дужи, веньши, найвеньши. Большой, больше, самый большой. Малый, мнейший, наймнейший. Маленький, меньший и наименьший. Добрый, лепший, найлепший. Хороший, лучший, найлучший. Злый, горший, найгорший. Плохой, худший, найхудший. Собственно, в русском языке тоже меняется основа слова в таких глаголах. Например, хороший, лучший. Плохой, худший. И третий пункт описова. Колоровый, барди колоровый, найбарди колоровый. Цветной, ну, разноцветный, более цветной, более разноцветный, самый такой разноцветный, самый цветной. Здесь мы видим, что не с помощью окончаний происходит сравнение прилагательных, но добавляется барди и найбарди. Когда у нас такое длинное слово, как вот здесь представлено, колоровый, тогда мы добавляем барди колоровый, найбарди колоровый. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Посмотрим, какие у нас есть упражнения. Ага, и перед тем, прежде чем перейдем к упражнению номер шесть, посмотрим еще одну конструкцию. Стопень выше и стопень наивыше. Степени сравнения. Видим несколько таких моментов. Написано ниж плюс мяновник, од плюс допеонеж. То есть стопень выше, высшая степень сравнения, мы можем сделать с помощью двух способов. Ниж, например. Тен светор ест грубше, ниж мой. Этот свитер толще, чем мой. И второй способ. Тен светор ест грубше, од моего. И тут уже допеонеж, кого чего. Этот свитер ест толще от моего, если дословно перевести. И степень сравнения наивысшая. Делаю это с помощью з-зе. Например. Тен светор ест наигрубше з-з-шистких. Этот свитер самый толстый из всех. И теперь давайте выполним упражнение номер шесть. Рассмотрим пример. Дужи, венькши, наивенькши. И мы помним из таблички, которую только что мы разбирали, что это нерегулярное прилагательное, поэтому у меня это прям основа буковки, но не похожи сами на себя. Дужи, а тут венькши, наивенькши. Дальше. Тани, таньши, наитаньши. Дешёвый, более дешёвый и самый дешёвый. Н переходит в мягенькую Н с креской. Ченки, ченьши, наиченьши. Тонкий, тоньше, самый тонкий. Бжитки, бжитши, наибжитши. Некрасивый, ещё некрасивий и самый некрасивый. Крутки, крутши, наикрутши. Короткий, короче, самый короткий. Новый, новши, наиновши. Новый, новее и самый новый. Широкий, шерши, наишерши. Широкий, шире и самый широкий. Дрогий, дрожжи, найдрожжи. Дорогой, дороже, самый дорогой. И идём дальше. Идём в упражнение номер семь. Здесь нам надо слова и скобок поставить в правильную степень сравнения. Начнём от примера. Зачнём от пшиклада. Вуек Янек ест старше ниже тата. Смотрим внизу подсказочка, табличка. Дядя Янек старше, чем папа. Мой брат ест выше, ниж я. Мой брат выше, чем я. Тэн самоход ест шибше, ниж тамтэн. Этот автомобиль быстрее, чем тот. Янзык польский ест латвейше, ниж янзык хиньский. Польский язык легче, чем китайский язык. Горонца хорбата ест лепша, ниж зимна. Горячий чай лучше, чем холодный. Марта ест младша, ниж янзык хиньский язык. Марта младше, чем я. Чоколада ест сладше, от шарлотки. Шоколад слаще, чем яблочный пирог. То вино ест мацнейше, от тамтэго. Это вино крепче, чем то. Так щоншка ест чекавша, от тамтэй. Эта книга интереснее, чем та. И в этом упражнении мы видим как раз две конструкции высшего степени сравнения. Чем папа или от папы, например, да? Например, вуек янэк ест старше, ниж тата. Или по-другому могли бы сказать вуек янэк ест старше от таты. Самоход. Тен самоход ест шибши, ниж тамтэн. Или же тен самоход ест шибши от тамтэго. Ну, давайте шоколадку мою любимую. Чеколада ест соча от шарлотки. Чыле чеколада ест соча, ниж шарлотка. Добже, идемы далей. Чвячэння номер осям. Яке цо ест? Какое, что есть? Вот у нас на первой картинке три домика. Низкий, низший, найнижший. Низкий, нижший, самый низкий. Три пальто. Дуги. Душше, найдуше, плашч. Длинный плаш, длиннее и самый длинный. И человечки толстячки стоят. Грубый, грубший, найгрубший. Толстый, толще, самый толстый. Винчик стоит в бутылочках. Старая, старшая, найстаршая. Старое вино, старее и самое старшее. Самое старое. И футболисты-грязнульки, чумазюльки. Брудны, бруднейши, найбруднейши. Грязный, грязнее и самый грязный. Здесь у нас сочетание двух согласных. Дны, брудны. Поэтому добавляем не просто ши окончания, но эйши. Найбруднейши. Окей. Идем и далее. Идем дальше. И еще мы разберем два глагола. Ведич и знать. Когда, какой глагол нужно использовать, употреблять. Потому что вдвоем они, оба этих глагола переводятся как знать. Ведич, знать и тот и тот переводится как знать. Рассмотрим пример. Ведич. Чи веш, як называща столица польски? Ты знаешь, как называется столица Польши? И часовник знать. Знать. Чи знаш панем Терезе? Ты знаешь пани Терезу? Немного подробнее объясню. Но для начала давайте вспомним, как они испрягаются эти глаголы. Знать. Я знам. Ты знаешь. Он, оно, оно зна. Мы знамы. Вы значи. Они, они знают. И часовник ведич. Я вем. Ты веш. Он, оно, оно ве. Мы вемы. Вы вече. Они, они ведзум. Итак, глагол знать мы употребляем, когда знаем что-то или кого-то. То есть, когда у нас нету предлогов. Мы обсходимся без предлогов. Например, знам Варшавы, то пеньк на място. Я знаю Варшаву. Это красивый город. Если же мы знаем о ком-то, о чем-то, о том что, когда, где, если и так далее. То есть, у нас есть какой-то союз, предлог. Тогда мы используем глагол ведич. Например. Вем о Варшаве прави в шестку. Я знаю о Варшаве почти все. Сравним. Знашь моих родицов? Ты знаешь моих родителей? Веш отым. У нас есть предлог. Жемоя родица сомбарду активнее. Ты знаешь о том, что мои родители очень активные? Еще сравним. Знаем те родины, походзом с Беларуси. Мы знаем эту семью. Знаем кого-то. Мы знаем эту семью. Они из Беларуси. Или же. Вемы цось о той родине. Вемы же походзом с Беларуси. Мы знаем что-то об этой семье. Знаем, что они из Беларуси. То есть, возвращаемся к нашему учебнику, к нашему упражнению номер 9. И еще рассмотрим примеры. Начнем. Чызнаш. С глагола знать в форме знач. Чызнаш. Найновшие польские фильмы. Ты знаешь самые новые польские фильмы? Чызнаш те наилепшие научительки? Ты знаешь этих самых лучших учительниц? Чызнаш найчекавшие места в Кракове? Чили в Польсце? Ты знаешь самые интересные места в Кракове? Или вообще в Польше? И из примеров из этих мы видим, что мы знаем что-то, мы знаем кого-то. Без разных там предлогов, запятых обходимся. Поэтому используем глагол знач. Следующий пример из глаголом ведич. Чы веш. Як называще найдуше жека в Польсце? Ты знаешь, как называется самая длинная река в Польше? Здесь у нас як, запятая у нас, да, идет после глагола веш. Чы веш, где сон найпинкнейшие кобеты? Ты знаешь, где есть самые красивые женщины? Чы веш, як называще найглэмше езеро в Польсце? Ты знаешь, как называето самое глубокое озеро в Польше? Чы веш, которая школа языкова в Кракове ест наилепше? Ты знаешь, какая языковая школа в Кракове самая лучшая? Чы веш, який ест найбарде популярны польске назвиску? Ты знаешь, какая самая популярная в Польше фамилия, польская фамилия? Чы веш, ктуре польске място ест найвеньше? Ты знаешь, какой самый большой город в Польше? То есть мы видим глагол ведечь в форме, ну, ты веш, например, да, ты знаешь. У нас используется, когда есть предлог, или когда у нас запятая ставится. В остальных случаях, когда мы знаем кого-то, знаем что-то, обходимся без всяких таких штучек вспомогательных, используем глагол знать. Ну, чё ж, мысли, что сегодня достаточно, и еще будет третья часть этой лекции, но слышимы себя вкратце. Продолжение следует...